Hyundai Santa Fe первого поколения, или как его еще называют Hyundai Santa Fe Classic, выпускался в те времена, когда корейские автомобили еще не были столь сложными по конструкции и столь дорогими, но уже были достаточно надежными. Также они зачастую имели причудливый дизайн, ну, как в нашем случае. Но все это им прощалось за невысокую цену. Именно простота и надежность стали залогом долгой жизни этой модели. Сейчас вполне можно найти 7-8-летние варианты в очень даже неплохом состоянии. Santa Fe впервые показали публике в 99-м году, а уже в 2000-м году началось производство автомобиля. Авто практически сразу добился успеха на американском рынке, на который он и был нацелен в первую очередь. Внешний вид машины был придуман в калифорнийской дизайн-студии корейской компании. Santa Fe – это первый кроссовер в истории корейского производителя. У компании был опыт продаж рамного внедорожника Galloper, но тот автомобиль, по сути, являлся лицензионной копией Mitsubishi Pajero, к тому моменту уже снятого с производства и выпускавшегося за 10 лет до выхода на рынок нашего героя. В 2001 году в гамму силовых агрегатов добавился 2-литровый дизель, а в 2003 году на продающиеся в США Santa Fe начали ставить двигатель объемом 3,5 литра. В 2004 году был проведен рестайлинг Santa Fe. Автомобиль получил небольшие изменения как во внешности, так и в салоне. Радиоантенна была перенесена с заднего окна со стороны водителя на крышу в центр, прямо над задней дверью. Также изменения были внесены в решетку радиатора, задние фары, задний бампер, интерьер комбинации приборов. На приборной панели были небольшие изменения в спидометре. Теперь появился более удобный кармашек для хранения чеков оплаты в солнцезащитном козырьке водителя. Оба козырька также получили возможность лучше блокировать солнечный свет, поступающий с боков. В 2006 году началось производство второго поколения Santa Fe. Принципиально отличавшегося не только по качеству отделки салона, но и по комфорту и по цене. Однако жизнь первого поколения на этом не прервалась, так как недорогой автомобиль пользовался устойчивым спросом. В 2006 году было принято решение о том, что старая модель будет собираться в России на предприятии Tagas под названием Santa Fe Classic. Из силовых агрегатов решили оставить на конвейере те, которые пользовались наиболее устойчивым спросом. Это двухлитровый дизель и бензиновый V6 объемом 2,7 литра. Бензиновые машины шли только с полным приводом, а вот дизель бывает как полно, так и моноприводным. В Китае эта модель производится до сих пор под маркой Havtai. Основных бензиновых моторов у этих автомобилей было два. Первый – это четырехцилиндровый 2,4 литра 150 лошадиных сил. А вот второй был V6 2,7 литра 170 лошадиных сил. Иногда, если хорошо поискать, можно встретить американскую версию Santa Fe. У нее будет мотор 3,5 литра. Это мотор V6 200 лошадиных сил. Не так уж и редко встречаются машины с дизельным мотором. Сюда ставился двухлитровый дизель. Изначально он выдавал 112 лошадиных сил. Но только потом, ближе к концу жизни этой модели, дизель стали устанавливать мощностью 125 лошадей. У некоторых машин свечи зажигания приходилось менять достаточно часто. Чуть ли не раз в 15 тысяч километров пробега. В основном это связано с тем, что автомобили не очень переваривают наше качество топлива. То есть в зоне риска те машины, которые эксплуатируются в регионах. Ремень газораспределительного механизма меняйте раз в 60 тысяч километров пробега. Зачастую на сервисах рекомендуют раз в 100. И это не очень правильно. Порыв ремня – это в большинстве случаев капитальный ремонт силового агрегата. Несмотря на то, что процедура достаточно дорогостоящая, экономить на ней не стоит. Еще ситуация осложняется тем, что и работы стоят достаточно дорого, потому что ремень ГРМ у Санта-Фе меняется только на специализированных сервисах, которые знают эту машину. Работа не очень простая. Вот на таких дизельных машинах в идеале масло нужно менять раз в 7,5 тысяч километров пробега. И на этом тоже не экономить. Что же касается бензиновых силовых агрегатов, то здесь достаточно менять масло раз в 15 тысяч. Что же касается Санта-Фе из США, то здесь история вообще отдельная. Я бы в принципе не брала эти автомобили, потому как там эта машина – бюджетный автомобиль. И на ее обслуживании зачастую экономят, а иногда вообще его просто не делают. Так что если вы покупаете все-таки Санта-Фе из США, начните с того, что проверьте состояние масла и сделайте диагностику силового агрегата. Возможно, туда залита минералка. К дизелю же особых претензий нет, кроме той, что обычно и бывает. Он чувствительен к качеству топлива. Коробок передач у Санта-Фе первого поколения было две. Пятиступенчатая механическая или четырехступенчатая автоматическая. Обе коробки достаточно надежны, но все же с некоторыми оговорками. И здесь оговорки снова в первую очередь касаются машины из Америки. Подавляющее большинство этих автомобилей идут с автоматической коробкой передач. В Америке очень редко можно встретить автомобильные механики. Так вот, американцы зачастую масло в двигателе-то не меняют, что уж говорить об АКПП. И в силу того, что в автоматической коробке никогда не менялось масло, а идут машины сюда зачастую со скрученными пробегами, реальный пробег составляет 150 или 200 тысяч километров, можно сказать, что к тому моменту автоматическая коробка уже изживала свой ресурс. Ну и результатом этого вполне может являться дорогостоящий ремонт коробки. Причем практически сразу после покупки на пробеге, который по одометру будет составлять, например, 150 или 200 тысяч километров. Большинство собственников в таком случае предпочитают поискать контрактный агрегат. Но это тоже кот в мешке. Ресурс этого агрегата в большинстве случаев просто неизвестен. В идеале замена масла в этой коробке должна осуществляться где-то раз в 60-70 тысяч километров пробега. Причем, в отличие от целого ряда других автомобилей, здесь даже сервисмены не говорят о том, что коробка необслуживаемая. Все изначально признают, что замена масла здесь предписана. Правда, сервисмены говорят, что достаточно масло менять раз в 120-150 тысяч, но здесь я согласиться не могу. Я считаю, что все-таки раз в 60-70 тысяч километров лучше жидкость в коробке поменять. Что же касается машин с механической коробкой передач, то здесь в первую очередь все претензии касались сцепления, а точнее того, что оно на первых автомобилях иногда жило чуть ли не 20-30 тысяч километров пробега. Правда, сейчас такие автомобили вы вряд ли встретите. В основном, это сцепление, неудачное первое, было заменено еще давно, в 2003 году, и сейчас уже идут машины с новой конструкцией. И в таком случае сцепление можно назвать долгожителем. Оно проживет у вас 1120, правда, в ремонте будет недешевым, порядка 400 долларов. По электрике это достаточно простой автомобиль. Но максимум, что выходил из строя в АГФ зеркал, и то уже на значительных пробегах. А так проблем с электрикой собственники не знали. Салон Санта-Фе, как вы видите, достаточно прост. Однако же нельзя сказать, что пластик очень скрипучий. Со временем, да, бывают сверчки, но их не так уж и много. Если говорить о красоте салона, то машины с велюром смотрятся попроще. Машины с кожаной отделкой сидений вполне себе качественные и симпатичные. Правда, если говорить о кожаной отделке сидений, то в основном это автомобили из Америки. Для кроссовера у Санта-Фе первого поколения неплохой внедорожный потенциал. Система полного привода реализована посредством вискомуфты. Крутящий момент распределяется в соотношении 60 на 40 с передачей большего момента на переднюю ось. После начала пробуксовки блокируется межусевой дифференциал. За доплату собственник мог заказать установку заднего межколесного дифференциала повышенного трения. Звучит это все, конечно же, здорово. Но вот только как и у любого кроссовера, муфту перегревать нельзя. Долгие пробуксовки по грязи ее просто убивают. Подвеска у Санта-Фе также является не совсем стандартным решением для кроссоверов тех лет. Обычно сзади для простоты конструкции дешевизны обслуживания мы привыкли видеть балку. Здесь же и передняя и задняя подвеска независимые. До 50 тысяч километров пробега с подвеской этого автомобиля, по идее, вообще ничего не должно произойти. Максимум, что вы поменяете втулки переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости. И то не обязательно, возможно, позже. А вот после 100 тысяч начнется амортизаторы, сайлент-блоки рычагов, возможно, даже сами рычаги. Ну и подшипники ступиц, конечно же. Некоторые собственники жалуются на стук задней подвески зимой. И обычно этого, естественно, пугаются, так как думают, что может быть дорогостоящий ремонт одного из рычагов. А на самом деле вот этот вот пыльник заднего амортизатора начинает постукивать, когда замерзает. Также иногда постукивают сайлент-блоки вот этих вот рычагов. Ну и последнее из жалоб – это на качество родных колодок. Собственники иногда жалуются на то, что 30-40 тысяч и колодки приходится менять. Ну а решается это просто покупкой качественного, не оригинала. Во фронтальном краш-тесте структурная целостность салона была под вопросом. И результаты испытания оказались удручающими, выявив проблемы с защитой груди водителя и верхних частей ног. Тем не менее, при боковом ударе «Санта-Фе» продемонстрировал отличные результаты, несмотря на отсутствие боковых подушек безопасности. Общий результат – 4 звезды по Евро-НСЕП. «Хёнде» «Санта-Фе» первого поколения не угоняют. Эти машины совершенно неинтересны угонщикам. Что же касается цен, то они начинаются где-то от 350 тысяч рублей. Хорошая машина может стоить 1450. И постарайтесь избежать вариантов из Америки. Они могут в дальнейшем принести вам много проблем. «Музыка» Продолжение следует...